Два спортивных зала, большой актовый зал на 400 мест, просторные светлые классы, яркие коридоры и множество программ дополнительного образования. За это любят Лопатинскую школу местные жители всех возрастов. Школа активно участвует в федеральных образовательных проектах, которые курирует Министерство образования Московской области. Проверить, как идет их реализация, приехал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, а также глава муниципалитета Алексей Спаский. Когда эта школа только готовилась к открытию, мы уже тогда обсуждали реализацию здесь концепции школы как центр социума. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» создается вот этот центр новых цифровых компетенций – IT-куб. Тогда мы предложили сделать это именно здесь, в Лопатинской школе. Высокие гости отправились на экскурсию в открывшейся в начале сентября в стенах школы Центр цифрового образования детей IT-куб, где поговорили с преподавателями и школьниками, а также сами почувствовали себя в роли учеников. Здесь сейчас их пока базовые настройки, да, а так можно там измерять расстояние, то есть помогать себе в движении. В IT-кубе шесть направлений – основа программирования, разработка мобильных приложений, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника, системное администрирование и кибербезопасность. По всем направлениям уже начались занятия. Энкодер – это устройство, которое позволяет проводить замеры в режиме реального времени, насколько повернулось колесо, с какой скоростью и в каком направлении. Полученные в IT-кубе знания в дальнейшем помогут ребятам поступить в профильные вузы и получить востребованные и перспективные профессии программиста, системного администратора, специалиста по информационной безопасности. Кстати, заниматься в IT-кубе могут не только учащиеся Лопатинской школы, но и другие юные жители Ленинского городского округа. Мы сегодня посмотрели занятия на Читы, пусть на начальной стадии, но они на Читы. И надо отметить, что это всего второй такой IT-куб в Московской области, поэтому мы в какой-то степени пионеры. Работают в школе и другие федеральные проекты. К примеру, в конце прошлого года учреждение вошло во всероссийский проект «Читающая школа». Теперь здесь есть мамина комната, где ученики начальной школы после уроков могут послушать детские рассказы и сказки, которые им читают родители. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.